Почему собаки и кошки не любят друг друга? Как лучше описать двух людей, недолюбливающих друг друга? Как кошка с собакой, скажут многие. В чем-то они будут правы. Вы не задумывались, почему два самых популярных домашних питомца так сильно недолюбливают друг друга? Да, в интернете полно видео, где кошки и собаки трогательно дружат. Но это не отменяет факта. При встрече большинство кошек выгнут спину и будут шипеть, а большинство собак зарычат или бросятся в атаку. С другой стороны, даже в дикой природе можно заметить случай взаимопомощи между этими двумя видами. Но инстинкты берут свое, и даже если потом эти двое подружатся и начнут делить одну лежанку, первая реакция, вероятно, будет агрессивной. Так действительно ли кошка и собака ненавидят друг друга? Или мы видим далеко не всю картину? Давайте же разберем мифы и реальность. Домашние собаки и кошки умеют мирно сосуществовать. Они могут быть не лучшими друзьями, но ведут себя прилично и не выясняют отношения. А некоторые умудряются вместе воровать вкусняшки из холодильника. Также есть известная история о стае овчарок, которая приняла в свои ряды котенка. Самка выкормила его как собственного щенка, а остальные его не трогали. Так почему же мы так часто видим собак, которые гоняются за кошками? Причина, как ни странно, в людях. В дикой природе хищники из рода псовых и кошачьих практически не пересекаются и не знают о существовании друг друга. Большие города — это целая экосистема. И в каждом таком городе поло бездомных котов, собак и даже людей. А бездомные животные с детства привыкают к агрессии. Но обученная собака будет вполне дружелюбно реагировать на кота. А кота можно научить нападать на собак. Это тоже не слишком сложно, но польза от такого обучения довольно сомнительна. Большинство историй о вражде котов и собак пришли из фольклора. Сказки про честных собак и хитрых коварных котов не слишком сильно раскрывают ситуацию, но именно благодаря им мы с детства уверены, что эти два вида — злейшие враги. А настоящих причин для вражды не так уж и много. Во-первых, кошки очень независимы и пытаются защищать свое личное пространство. А общительные собаки нарушают все границы этих пушистых интровертов. Из-за этого кошки испытывают сильный стресс. Во-вторых, и собаки, и кошки прекрасно запоминают жизненный опыт, это помогает им выживать. Если первое знакомство с другим видом было болезненным и неприятным, а так бывает чаще всего, они запомнят это навсегда. В-третьих, охотничьи инстинкты собак заставляют их действовать активно. Их предки — дикие волки, а волк ест только в одном случае — если он догнал свою добычу. Собаки могут быть не слишком похожи на волков внешне, но в душе они хищники, даже безобидные шпицы. В-четвертых, страх неопознанного — это еще один инстинкт. Когда кот впервые видит активного лающего щенка, он пугается, ведь он не может быть уверен в безопасности происходящего. Страх — нормальная реакция для зверя в дикой природе или на улице. В-пятых, запах для животного — будто имя или паспорт для человека. А собаке запах кошки непонятен, как и наоборот. Это что-то незнакомое и очень странное. А кто любит странности? И последнее — конкуренция в дикой природе или на улицах. Этим двум видам приходится сражаться за территорию или еду. В городе чаще всего побеждают собаки. В дикой природе хищники семейства кошачьих. Но иногда эти два вида понимают все выгоды от сотрудничества не только дома, но и на улице. И тогда личная неприязнь уходит на второй план, ведь на кону выживание. Нередко псы охраняют котов, пока те достают еду из высоких мусорных баков. Но договориться им нелегко, ведь кошки и собаки, грубо говоря, разговаривают на совершенно разных языках, как поляк и японец, которые никогда не изучали иностранные языки. И если бы люди на их месте воспользовались жестами или помощью переводчика, у животных таких возможностей нет, и им приходится угадывать намерения друг друга, а это непросто. Но если кошка дружит с собакой с детства, для нее это может обернуться серьезными проблемами, ведь повстречав незнакомую собаку, она не ощутит опасности, посчитав ее еще одним другом, а это может оказаться не так. Собаки намного раньше поняли, что жить в стае гораздо проще. В далеком прошлом дикие псы и коты были примерно одного размера, но умение объединяться помогло сам занять лидирующие позиции. А вы любите больше кошек или собак? Кто ближе вам по духу? Подписывайтесь, чтобы узнать еще больше про окружающий мир.